Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дети рода человеческого Сегодня я вам поведаю Очень важную информацию Взятую из книг Вадима Зеланда Вершитель реальности Апокрифический трансерфинг И взлом техногенной системы Вода – основа жизни От этого нужно отталкиваться В любых рассуждениях На тему энергии, здоровья И долголетия Однако данный факт Настолько проштампован В сознании людей Что с ним соглашаются И тут же забывают Так что не успев начаться Рассуждения на том и заканчиваются Переключаясь на казалось бы Более конкретные вопросы Повышение энергетики При помощи всевозможных Эзотерических практик Поиск чудодейственных лекарств И таблеток бессмертия Парадокс состоит в том Что о воде Самой простой и привычной В обиходе вещи Люди привыкли ничего не знать Удивительно Здесь я расскажу О свойствах воды Насколько простых и очевидных Настолько и шокирующих Для тех Кто ничего об этом не слышал Но не хотел бы скоропостижно Состариться И попросту сдохнуть Буду называть вещи своими именами Потому что самая постыдная И глупая смерть От невежества Начнем с того Что воду надо пить Или по другому Чтобы было понятней Надо пить воду Я сейчас сказал какую-то глупость Или что-то очевидное Нет, на самом деле Это совсем не очевидно Конечно, всем известно Что без воды человек умрет Однако многие воду вообще не пьют Я имею в виду чистую воду Любые напитки Это еда И вовсе не потому Что какой-то помешанный Натуропат Однажды ввел такую классификацию Просто наш организм Воспринимает напитки Как то Что требуется Каким-то образом Переварить Усвоить Или выбросить Чистая же вода Для организма Является средством Очистки И поддержания Водного баланса Воду для себя Наш организм Приспособился Извлекать из пищи В том числе Из напитков Но как ему очищаться Ведь вы же моете посуду Стираете одежду Убираетесь С помощью воды А организму Что делать Если он не получает Чистой воды Для самоочищения Ему приходится Как-то выкручиваться Извлекать воду Из своих ресурсов Представьте Если бы в вашем Распоряжении Не было водопровода И приходилось бы Ее добывать Не простым Поворотом крана А всякими Ухищрениями Вот этим Наш бедный Организм И вынужден Заниматься Таким образом Пить воду Нужно затем Чтобы организм Мог очищаться Любая пища Даже натуральная Его засоряет Не говоря уже О синтетической Вы же не моете Посуду Лимонадом Или чаем Некоторые Наивные сыроеды Чуть ли не с гордостью Заявляют Что воды Почти Или вообще Не пьют И они тоже Но уже По другой причине Не хочется Дескать Всю воду Они получают Из свежих Овощей И фруктов Вот и напрасно Наш организм Очень неприхотлив И нетребователен Он привык Довольствоваться Самым малым Но это не значит Что за ним Не стоит ухаживать Воду Необходимо Пить сознательно Даже если Не мучит Жажда Не менее Полутора Двух Литров В день Так же Сознательно Как делается Уборка Те же сыроеды Опять же С гордостью Хвалятся Что не используют Мыло И шампуни Поскольку Тело их Настолько Чистое Что все Это становится Излишним Оно то Конечно Чистое Но не Стерильное Через кожу Все равно Выводится Всевозможная Промышленная Грязь Которой Тотально Пропитана Вся Окружающая Среда И растения В том числе А отмершие Клетки Кожи Образующиеся На ее поверхности Каждый день Тоже Соскребать И смывать Не надо Теперь Очень важный Вопрос Какую Воду Следует Пить Обычная Водопроводная Вода Для этого Не годится Она Чисто Техническая Ею Можно Мыть Пол Машину Унитаз Но Никак Не пить Человек На земле Развернул Очень активную И очень Грязную Деятельность Все время Что-то Производит Сжигает Постоянно Экспериментирует С радиацией И химией Мусорит Сливает Отходы Удобряет Отравляет Поля Куда ни глянь Все связано С загрязнением Окружающей Среды Ну а поскольку У нас Засоренной Природе Происходит Круговорот Воды То вода Это никак Не может быть Чистой Если только Ее не добыли Из доисторического Льда Не стоит Доверять И так называемой Чистой Питьевой Воде В бутылках Не будьте Наивны Нет никакой Гарантии Что эта вода Не была Налитая Из обычного Водопровода Как зачастую И делается Не стоит Надеяться И на фильтры Которых Сейчас развелось Большое Многообразие Фильтры Это для Неосведомленных Людей Которых Легко Развести Убедительной Рекламы Дескать Очистил воду Нашим Супер Фильтром И будь Спокоен Пей на здоровье Не забывайте Подмечать Как и куда Уводится Ваше внимание В действительности Вода содержит В себе Примеси Которые Невозможно Из нее Вывести Обычной Фильтрации Это Соли Тяжелых Металлов Радионуклеиды Всевозможная Химия И так далее Вплоть до Трупных Ядов С городских Кладбищ Проснитесь Наконец Не позволяйте Себя Вовлечь В коммерческие Проекты На которых Более Осознанные Люди Зарабатывают Деньги Ваши Деньги Схема Бизнеса Очень Проста Сделал Грамотную Рекламу Убедил И Собирай Прибыль Неудивительно Если Скоро Начнут Продавать Воздух Которым Якобы Полезно Дышать После Того Как Был Введен Налог На Воздух Вы Стали Меньше Дышать Это Возмутительно Молчать Конечно Первичная Фильтрация Нужна Хотя Бы Для Ванны И Душа Но Пить Такую Воду Все Равно Нельзя Особенно Если Она Хлорированная Ни В коем Случае Не Кипятите Воду Сразу Из Под Крана Хлор При Кипячении Переходит В Нерастворимые Соединения Еще Более Токсичные Чем Он Сам А Нитраты И Они Тоже Имеются В Воде Переходят В Нитриты Которые Так же Еще Более Ядовиты По Меньшей Мере Воду Необходимо Отстаивать В Открытой Емкости Не Менее Суток Но Химическое Загрязнение Это Еще Не Самое Главное Не Меньший Вред Наносит Информационное Загрязнение Вода Из Горной Речки Несет Себе Информацию Нетронутой Живой Природы А Чем Насыщена Водопроводная Представьте Сколько Информационной Грязи Вбирает В себя Вода Пройдя Систему Промышленной Очистки Сплетения Труп Под землей В подвалах Квартиры Многоэтажных Домов Весь Негатив Большого Города Записывается В безобидную И чистую На первый Взгляд Воду Как На Магнитную Ленту И Вы Готовы Все Это В себя Залить Никакие Фильтры Здесь Не Помогут То же Самое Касается Всех Жидкостей В Бутылочном Ассортименте Итак Если Фильтры Не Спасают Что Ж Делать Единственный Надежный Способ Очистки Воды От Вредных Примесей Это Дистилляция Или Другой Вариант Оттаивание Льда При Заморозке Все Примеси Вытесняются Вымораживаются В середине Льда Образуется Рассол Который Нужно Сливать И Первый И Второй Способ Удаляет Как Химическое Так И Информационное Загрязнение А Как Готовить Живую Воду Вы Знаете Можете Зарегистрировать Карту Я Не Собираю Наклейки Я Хочу Чистую Воду Сначала Я Воду Из Крана Пропускаю Через Стандартный Угольный Фильтр Аквафор И Переливаю В Две Трех Литровые Банки В Них Она Отстаивается Сутки Далее Эти Шесть Литров Воды Я Заливаю В Восьмилитровую Пластиковую Емкость Которая В Аккурат Помещается В Эмаль На Кастрюле Может Потрескаться Когда Вода Замерзнет На Две Третьи На Это Уходит Ровно Сутки Во Льду Нужно Проделать Отверстие И Вылить Оставшуюся Воду Этот Рассол Содержит Все Нежелательные Примеси Теперь Осталось Подождать Пока Лед Растает При Комнатной Температуре В Результате Чего Получится Талая Вода Высочайшего Далее Эту Талую Воду Я Настаиваю Еще Сутки На Природных Камнях Шунгит Кремний Кварц Хрусталь Жадеид И Аргелит Или Розовый Песок Шунгит И Кремень Частично Структурируют Воду Делают Ее Физиологичной Природной Про Шунгит Это Отдельная История Требующая Самостоятельного Рассказа Кремниевая Вода Уже Обладает Целебными Свойствами Она Еще Больше Структурирована И Насыщена Кремнием Самым Необходимым Микроэлементом При Недостатке Которого В организме Не усваиваются Почти Все Остальные Камни Следует Мыть Хотя Б Раз В Две Недели А Через Полгода Менять Потому Что На них Неизбежно Образуется Твердый Налет Даже Если Используется Дистиллированная Вода Перед Первым Использованием Камни Нужно Тщательно Мыть Щеткой Особенно Шунгит И Много Камней Сразу Не Класть Потому Что Свежие Камни Дают Сильную Минерализацию Настаивать Талую Воду На Камнях Достаточно Пару Часов После Минерализации Воду Следует Процедить Через Несколько Слоев Марли В Завершении Если У вас Есть Кольцеобразный Магнит Или Магнитная Воронка Пропустите Через Нее Воду Чтобы Еще Больше Укрепить Структуру Полученная Вода Обладает Целебными Свойствами Она Очищает Организм И при Длительном Употреблении Избавляет От Целого Ряда Заболеваний Срок Сохранения И Свойств Ограничен Около 7 часов Такую Воду Вы не Купите Нигде И Ни За Какие Деньги Кто Наверняка Скажет Да Ты Автор Долбанутый На Всю Голову Пол Жизни Тратишь На Изготовление Своей Живой Воды Но Это Только На Первый Взгляд Процедура Кажется Длительной И Трудоемкой На Самом Деле Весь Процесс Сводится К Переливанию Воды Из Напитками Организму Действительно Тяжело Усваивать Напитки Любые Единственное Исключение Настой Трав На Той Живой Воде Даже Свежевыжатый Сок Это Не Питье А Еда Чистая Водица Организму Требуется Прежде Всего Для Очищения И Поддержания Водного Баланса От Кофе Чая И Прочих Напитков Кровь Становится Густой И Вязкой Если Пьете Кофе И Чай Не Забывайте Через Полчаса Освежиться И Промыться Чистой Водой Нельзя Весь День Мучить Себя Одними Лишь Напитками Хотите Ли Иметь Организм Подобный Чистой Горной Реке Или Жизостой Ному Болоту Вы Наверное Удивлены Мусталой Водой Понятно Но Почему Дистиллированная Ведь Соли Содержащиеся В Воде Необходимы Организму Особенно Зубам Вот Пожалуйста Образец Мягко Говоря Заблуждения А по правде Сказать Идиотского Стереотипа И таких Ложных Стереотипов В области Питания Великое Множество На самом Деле Неорганические Соли Растворенные В воде Организмом Не усваиваются Усваиваются Только Органические Микро И Макро Элементы Содержащиеся В живых Невареных Растениях Давай Давай Лечиться Давай Давай Лечиться Давай Давай Лечиться Давай Давай Лечиться Вы Можете Принимать Химические Препараты Сосать Гвозди Есть Глину Лизать Какие-то Солевые Породы Пить Минерализованную Воду Все Это Бессмысленно Можно Лишь Отравиться Но Что-то Приобрести Никогда Растения В отличие От нас Способны Не только Аккумулировать Химическую Неорганику Из Окружающей Среды Но И Преобразовывать Ее В форму Приемлемую Для Животных Организмов Мертвые Мертвые Минералы Отличаются От Живых На Квантовом Уровне Неорганика Частично Выводится Но Не Вся Организм Просто Не Справляется И Рассовывает Этот Хлам Куда Попало В том Числе На Стенки Сосудов И В Суставы А Между Тем Человек Молод Настолько Насколько Молоды Его Кровеносные Сосуды Ну А Если Сосуды Подобны Старой Сантехники Сами Понимаете Как Вы Считаете Какая Вода Для Организма Является Наиболее Оптимальной Очевидно Свежая Дождевая Так Установлена Природой Если Бы Не Грязная Атмосфера Конечно Об Этом Факте Почему То Давно Позабыли А Вот Дистиллированная Вода Прочно Укоренилась Сознании Как Техническая Но Ведь Дождевая Это И Дистиллированная После Таяния Ледников Пьют Горные Долгожители И Живут Они Долго Именно Потому Что Употребляют Воду Без Солей Примесей Подумайте Отчего Пожилые Люди Постоянно Зябнут И Кутаются А Молодые Одеваются Легко И Не Мерзнут У Последних Что Называется Горячая Кровь Но Почему По Одной Простой Причине Молодые Сосуды Пока Еще Чистые А Потому И Кровь Бежит По Ним Свободно И Энергии Выделяется Больше А К Середине Жизни У Среднего Человека Просвет В Кровеносных Сосудах Уже Чуть Ли Не Наполовину Зарастает Отложениями Вот Этих Самых Полезных Солей Которые Содержатся В В В Населенных Пунктах Где В Пищу Идет Жесткая Вода Люди Обусловленными Отложением Солей Кипячение Воды Здесь Не Поможет Между Тем Проблема Легко Решается Если Дома Есть Дистиллятор Его Можно Купить Или Заказать Специализированной Аптеке И Желательно Тот У Которого Достаточно Высокая Производительность Чтобы Не Добывать Воду По Капле Если Вы Пока Сомневаетесь Стоит Ли Обыкновенная Вода Стольких Хлопот То Вам Следует Увидеть Сколько Накипи Образуется На Дистилляторе Это Весьма Впечатляет Ее Приходится Постоянно Удалять Когда Вы Поймете Что Подобную Работу Больше Не Нужно Выполнять Вашему Организму Сомнения Отпадут Накипь В чайнике Ерунда По сравнению С тем Что Вы Увидите На Дистилляторе Человек В среднем За всю Жизнь Выпивает Около Один Грамм Солей Жесткости Получается Организму Приходится Выводить Из себя 75 Килограммов Накипи Вообразите Себе 75 Пачек Соли Но Ведь Вся Накипь Еще И Не Выводится Сколько Килограммов Остается В теле А Если Учесть Что Из Эти 75 Тон На Чистую Воду Обычно Приходится Ничтожная Часть А В основном Это Напитки Да Сахаром А Если Приплюсовать Сюда Ежедневное Потребление Пищевой Соли Представляете Какая Колоссальная Работа Достается Организму Не Удивительно Что Он Так Быстро Изнашивается Бедный Минеральную Или Родниковую Воду Пить Регулярно Ни В коем Случае Не Следует По Тем же Причинам Она Может Оказать Только Временный Лечебный Эффект Да И То Лишь В том Земли Лечение Минеральной Водой Из Бутылки Есть Ничто Иное Как Удар Плетью По Почкам Может Быть Это Их Какое То Время Подстегнет Но Не Кажется Ли Вам Что Такой Способ Весьма Сомнителен Соль Как Химическое Вещество В Пищу Употреблять Так Ж Не Следует Конечно При Условии Что Вы Питаетесь Преимущественно Натуральными Продуктами По Моим Наблюдениям Солить Хочется Только Мертвую Пищу А Живую Нет Трифон Хамхоев Ну Говорили Что Спустился С гор За Солью А его Забрали Ваш Солон Соль Это Просто Вредная Привычка Избавиться От Нее Очень Легко Достаточно Дня Три Четыре Помучаться Без Соли И Тогда Потребность Ней Полностью Исчезает Всякие Страшилки Типа Кровь Она Ведь Соленая Организму Требуется Соль Животные Любят Ее Лизать Соль Теряется С Потом Дистиллированная Вода Вымывает Из Организма Минералы И так Далее Полная Чушь Подробнее Об этом В книге Поля Брега Вода И Соль Шокирующая Правда Да Кровь Соленая У Тех Кто Объедается Солью Кровь Перенасыщена Что Не Успевает Отмываться Соль Выводится Из Организма Вместе С Мочой И Потом Заметьте Не Теряется А Выводится Спрашивается Если Соль Организму Так Необходимо То Зачем Же Он Сердешный От Нее Избавляется Теперь После Очистки Воду Необходимо Оживить Потому Что Она Пока Еще Мертвая Как Следует Понимать Термин Живая Вода Есть У воды Такое Свойство Окислительно Восстановительный Потенциал ОВП Который Измеряется В Милли Вольтах Живая Вода Имеет Отрицательный Заряд Что Свидетельствует О наличии В ней Свободных Электронов В Мертвой Воде Напротив Наблюдается Нехватка Электронов А потому Заряд У нее Положительный Что Это Значит Для Нас Мы С Вами Не Только Светящиеся Существа Излучающие Энергию В Своей Материальной Основе Мы Своего Рода Капли Одушевленной Воды Старый Человек Представляет Собой Иссушеную Каплю Если Конечно Он Не Заплыл Жиром Организм Стареет Когда Вода Покидает Его Клетки А Почему Она Их Покидает Одна Из Причин В Том Что Воду Вслед За Энергией Высасывают Из Клеток Свободные Радикалы Как Насосом Наверное Многие Слышали И о Свободных Радикалах И об Антиоксидантах Но Скорее Сего Смутно Представляют Что Это Так Вот Свободные Радикалы Это Молекулы Вампиры Они Положительно Заряженные Неполноценные И Зверски Голодные Поскольку Им Недостает Свободного Электрона Эти Вампиры Ищут Где Бы Урвать Свободный Электрон А Вырывают Они Его Из Беззащитной Клетки В Результате Клетка Теряет Энергию Жизненную Силу Со Всеми Вытекающими Последствиями Свободные Радикалы Одна Из Главных Причин Старения Организма Антиоксиданты Это Напротив Отрицательно Заряженные Молекулы Которые Несут Свободный Электрон Такие Молекулы Доноры Они Нейтрализуют Свободные Радикалы Живая Отрицательно Заряженная Вода Богата Свободными Электронами Поэтому Является Сильнейшим Антиоксидантом И дает Энергию Оживляет Мертвая Вода Которая Течет Из крана Изобилует Свободными Радикалами Поэтому Она Убивает Живая Вода С Отрицательным ОВП В природе Не встречается Насколько Мне Известно Потому Что Такое Состояние Воды Нестабильно Электроны За несколько Часов Разлетаются И она Превращается В нейтральную А затем В мертвую Есть Источники С положительным Но низким ОВП И это Конечно Хорошая Вода Но По-настоящему Живую Воду Можно Легко Приготовить Дома С помощью Электроактиватора Можно Найти И заказать Через Интернет Всего 30-40 Минут И у вас Целый Литр Живых Антиоксидантов Целебные Свойства Сохраняются Не более 5-7 часов А электрочайник Он для тех Кто предпочитает Свободные Радикалы Вообще С этой точки Зрения Чайник Для сада Мазохизма Я чай Не завариваю Кипятком Мне это Ни к чему Я беру Сушеные ягоды Боярышника Можжевельника Рябины Немного Лепестков Каркаде На кофемолке Размельчаю Сушеный Шиповник Бруснику Клюкву И все Это Заливаю Холодной Живой Водой Можно Еще Добавить Курильский Чай Мяту Кипрей Иван Чай Или Другие Травы Чем Больше Ингредиентов Тем Богаче Букет Кофе Не пью Но Беспринципно И нагло Использую В своих Целях Стеклянный Кофейник С поршнем В нем Легче Отделять Заварку От воды Через 10-12 Часов Добавляется Мед И получается Такой Божественный Напиток Какого Вы Уверен Ни разу В жизни Не пробовали Любые Элитные И дорогие Марки Черного И зеленого Чая Просто Отдыхают Еще Одна Важная Характеристика Воды кислотно-щелочной баланс, PH. Живая вода имеет щелочную реакцию, у нее PH больше 7, хотя на вкус эта щелочность почти не ощущается. Реакция мертвой воды кислая, PH меньше 7. Мертвая вода закисляет наш организм, живая наоборот ощелачивает. А зачем нужно ощелачивание организма? Дело в том, что все внутренние среды должны быть щелочными, иначе организм и выходит из строя и останавливается, как двигатель на грязном бензине. PH крови здорового человека равен 7,43. Если этот показатель опускается до 7,1, человек умирает. Видите, всего лишь десятые доли отделяют нас от смерти. Люди, объевшись и опившись мертвой синтетики, не подозревают о том, что подводят себя к роковой границе. Их организм уже не выдерживает такого натиска, его резервы кончаются и он сдается. Врачи скорой помощи делают таким больным инъекции элементарной питьевой соды, чтобы расщелочить кислую и вязкую кровь, которая уже еле течет по сосудам, чтобы больной не скончался по дороге в реанимацию. Когда вы плохо себя чувствуете, вам хочется не чая или какао, а чего-то освежающего, например, минеральной воды хотя бы. Это значит, организм уже умоляет, ну дайте же мне, наконец, чего-нибудь хоть немного живого. Однако и минеральная вода вовсе не живая, а мертвая, кислая. Займемся физической химией. Ниже приводится список напитков с убывающей полезностью, переходящей в конкретную вредность. Живая вода. Окислительно-восстановительный потенциал равен минус 350 минус 700. В зависимости от времени активации, кислотно-щелочной баланс PH равен от 9 до 12. Свежая талая вода. ОВП плюс 95. PH 8,3. Кипяченая вода быстро охлажденная. ОВП плюс 218. PH 8,2. Водопроводная вода. ОВП плюс 160. Обычно бывает хуже, до плюс 600. PH 7,2. Зеленый чай. ОВП плюс 55. PH 7. Черный чай. ОВП плюс 83. PH 6,7. Кофе. ОВП плюс 70. PH 6,3. Дистиллированная вода настоянная на шунгите. ОВП плюс 250. PH 6. Минеральная вода. ОВП плюс 250. PH 4,6. Кипяченая вода спустя 3 часа. ОВП плюс 465. PH 3,7. Кола. ОВП плюс 320. PH 2,7. Измерения проводились ОВП и PH метрами фирмы Ханна при комнатной температуре. Для приготовления активированной воды использовалась дистиллированная вода на шунгите. Активатор не будет работать на чистой воде. Требуется хотя бы незначительная электропроводность. Поэтому воду нужно немного минерализировать шунгитом или кремнием, что к тому же добавит ей целебных свойств. Как видно, ОВП талой воды находится в плюсе. То есть это все же мертвая вода. Достоинства ее состоят в том, что у нее высокий кислотно-щелочной баланс. И она очищена от примесей и вредной информации. Удивляет, наверное, и тот факт, что кипяченая или даже простая водопроводная вода полезнее чая. Чай несколько поднимает окислительно-восстановительный потенциал. Но зато заметно снижает кислотно-щелочной баланс. Что сводит на нет любую его полезность. Отсюда вывод. Если вы хотите пить действительно полезную жидкость, оживляйте дистиллированную воду, настоянную на шунгите и кремнии электроактиватором. Это будет наилучший вариант. Если нет дистиллятора, можно пить талую воду. Или хотя бы использовать новые технологии, мембранные фильтры. Если нет желания или возможности готовить талую, отстаивайте водопроводную воду не меньше суток. Лучше на шунгите и кремнии. Но в любом случае воду необходимо активировать. Ведь вы пользуетесь чайником. Так почему бы его не заменить электроактиватором? Заметно улучшает свойство воды порошок коралла Санго. Эту продукцию распространяет всемирно известный коралловый клуб. Не так давно обнаружилось, что жители японского острова Окинава живут значительно дольше своих соотечественников. Оказалось, на этом острове в изобилии присутствует уникальный коралл, который делает воду целебной. PH повышается, ОВП уходит в отрицательную область, улучшается структура воды. Дома можно, конечно, обойтись и без коралла, но в поездке или на работе, где активатора под рукой нет, этот чудесный порошок приходится весьма кстати. Итак, в чем сила живой воды? Живая вода дает энергию, нейтрализует свободные радикалы, очищает организм, замедляет процесс старения, а еще она растворяет жировые отложения. Чем вы моете жирную посуду? Щелочными средствами. Живая вода – это и есть моющее средство для организма, поскольку она щелочная. Если вас беспокоит лишний вес, он будет продолжать беспокоить до тех пор, пока ваше внимание уводится в сторону диет и прочих изощрений. Просто вместо привычных напитков пейте побольше чистой живой воды. Питайтесь раздельно, не смешивайте несовместимые продукты и лишние килограммы исчезнут сами собой. Но главное достоинство живой воды все же в том, что она ощелачивает организм. Как я уже говорил, для избавления от гостей одной паразитарной чистки недостаточно. На смену старым придут новые. Так вот, оказывается не придут, если в организме поддерживать высокий показатель PH. Паразиты не могут жить в щелочной среде. Для их существования пригодно лишь гнилостное или кислое. Достоверно известно, что у 100% сыроедов паразиты отсутствуют, потому что живая пища также ощелачивает организм. Мертвая, наоборот, закисляет. Я не призываю вас немедленно переходить на сыроедение, но пить живую воду следует однозначно. Вообще, далеко не каждый сыроед пьет живую воду или даже знает о ней. С большей долей вероятности можно считать, что регулярное употребление живой воды ощелачивает организм в достаточной степени. Так что для избавления от паразитов, быть 100% сыроедом возможно и не обязательно. Подобных исследований еще никто не проводил, так что конкретного ответа вам никто не даст. Но вы можете проверить сами, если есть возможность пройти диагностику в специализированном центре, таких немного, но имеются, после антипаразитарной чистки и последующей жизни с живой водой. В системе очень невыгодны такие исследования. Электроактиватор на полках магазинов с многочисленными чайниками вы тоже не обнаружите. И неудивительно. Зачем открывать людям глаза на истинные причины болезней? Они ведь тогда, глядишь, все поймут и болеть перестанут. А этого никак нельзя допустить. Надо их внимание увести и сосредоточить на болезнях и лечении. Лечении до гробовой доски. В любом случае, если в вашем рационе еще присутствует мертвая пища, пейте побольше чистой живой воды и паразитам не поздоровится. И не только им. Сейчас очень часто в новостях проскальзывает информация о том, что наконец нашли лекарство от рака или обнаружили истинную причину его возникновения. Даже смешно, но и грустно одновременно. Вот ведь сколько открытий чудных. А люди продолжают умирать. Между тем, изначальная и основная причина была открыта еще в 1931 году доктором Отто Варбургом. За что он получил Нобелевскую премию. Рак вызывается ослабленным клеточным дыханием, когда клеткам не хватает кислорода. Однако почему-то никто об этом не вспоминает. Можно дышать сколь угодно глубоко чистым воздухом, но клетки все равно будут страдать кислородным голоданием, если среда организма кислая. В свою очередь, недостаток кислорода еще больше закисляет организм. Так что получается порочный круг, который неизбежно ведет к болезни. При повышении PH нашего организма всего лишь 0,15 способность усвоения клетками кислорода увеличивается на 60%. Раковые клетки не могут развиваться в кислородной, то есть щелочной среде. Паразиты тоже. Я здесь не открываю ничего нового. Все это давно известно. Трансерфинг тоже не открытие, а описание реликтового знания. Знание нигде не таится, не прячется, оно лежит на поверхности. Но в то же время это знание является эзотерическим, недоступным для широкой публики. Причина такого парадокса в том, что люди пребывают в сновидении наяву и не способны осознать простую информацию. Наконец, еще одно важное свойство воды – ее структура. Суть в том, что живая структура воды разрушается под воздействием агрессивных внешних факторов, в том числе информационных. То же самое происходит и с внутриклеточной жидкостью человека. Вода из клетки новорожденного под микроскопом представляет собой снежинку удивительной красоты. С возрастом снежинка теряет свою форму и превращается в уродливую ледышку. Очевидно, изначальная форма уничтожается целым комплексом негативных воздействий, химическим и информационным составом воды и пищи, а также внешней и внутренней информацией. Последнее – это мысли человека, то, что в них преобладает, негативный либо позитивный настрой. Мы не всегда имеем возможность отбирать внешнюю информацию, которая в нас входит, да и своими мыслями и эмоциями управлять толком не можем. Но воду, которую пьем, выбирать можно и нужно. Организм не способен усвоить воду с разрушенной структурой. Ему приходится ее структурировать самому. Только так она может напоить и освежить клетки. На это затрачивается много энергии и ресурсов. Организму не пришлось бы заниматься такой работой, если бы мы могли пить структурированную воду. Но где ее взять? Вода с упорядоченной структурой создается энергоинформационным полем Земли и встречается только непосредственно в природных родниковых источниках. Но целебные свойства долго не сохраняются, не более суток, наверное. Да к тому же родниковая вода имеет один недостаток – соли жесткости. Структура талой воды, как оказалось, несовершенна. Так что, к сожалению, она не только мертвая, но и поломанная. Воду можно структурировать самому, держа в поле своих ладоней. Однако сидеть придется довольно долго. Информация записывается быстро. А вот для того, чтобы создать в воде структуру, потребуется минут 20-30. Но есть хорошие новости. Московскими учеными Леонидом и Еленой Извековыми было создано устройство под названием «Аквадиск», которое позволяет решить проблему структуризации воды. Судя по снимкам кластеров, структура воды, обработанная аквадиском, идентична водице, взятой из целебного источника Сергия Родонежского. «Аквадиск» можно найти и заказать в интернете. Я здесь уже упомяну целый ряд приспособлений и средств, которые, очевидно, придется купить. Зато служить они будут долго, а на здоровье экономить нельзя. Не подумайте, что я занимаюсь рекламой, мне за это не платят. Моей заинтересованности никакой нет. Я всего лишь делюсь полезной информацией, от которой действительно будет толк. Дистиллятор, электроактиватор, аквадиск, даже коралл, санго, вы не увидите в рекламе. Такие вещи в ней не нуждаются. Они распространяются по другому принципу. Из уст в уста от людей, которые испытали их на своем опыте. Я вам тоже передаю свой опыт. Завершая тему, хочу сказать, что я здесь перечислил далеко не все свойства воды. Но думаю, уже и этого довольно. А сколько свойств еще не изучено? Сейчас ученые признают, что вода – самая удивительная вещь в природе. Ее только начинают открывать. Вот она какая живая водица. И относиться к ней надо, как к живой. Пейте ее с любовью и благодарностью уже за то, что она есть. Такая целебная и чистенькая. И водица отплатит вам тем же. Всех обнял. Субтитры подогнал «Симон»